всем привет дорогие друзья вы смотрите канал таежный роман ну что помните я показал вам ремень который не оригинальный который на озоне продается я сейчас такой вызов напишу сколько езжу на буране первый раз такая херня до тяжелая езда но но по следу еду то есть не сильно и тяжело для бурана но в общем слышу что-то вибрация пошла какая-то стало палененьким пахнуть ну в общем ремень не ремень сейчас я вам при вас разберу заглушил снегоход но я понял что уже все время там нет вот он расслоился вот так вот вдоль сейчас еще мне вот это вот убирать придется все тереть бензином а то основание нижняя она намоталась вот туда то есть ни в коем случае не покупайте проверено таежным романом вот это вот ремни полное говно написано рубена артика 33 на 14 но на самом деле короче мне его хватило чтобы понимали знаете насколько мне его хватило на 40 километров 23 тут на спиднометре это я сегодня обнулил вот и так еще ездил 40 километров ремень ну если нравится покупайте вот такая вот история я на самом деле не думал что он не оригинальный и вот увидел рубена артика да вся фигня отзывы вроде бы как бы ничего бы бы как бы ничего это кстати я забыл в прошлый раз тут осталось ездила со мной долго вот шляпа полная сколько я езжу на оригинальных ремнях сколько я не рвал их не не дымел на них никогда вот так не расслабилась ездил на стареньком на своем тут болит под сиденьем то ремень есть поставим его че делать вот это полная шлипутень вот он валеный ремень который я купил название проехал 40 километров вот так он расслабился все тарелки в резине в какой-то непонятной то есть что если что вы если вы думаете что горячий я там буксалава лечит а вот я пальцами держу ничего не буксалал просто ехал по дороге вот чувствую пошла вибрация остановил ну и все в общем вот он шляпу тень полная так что ставим оригинал лучше купить я так подозреваю не лучше купить оригинал за 5 чем вот это за 2 600 говно я конечно подозревал но чтоб настолько это конечно да еще в основу вот это вот чувствуется что резина не такая как на чешских вот этих вот оригинальных она липкая вот он не горячий ничего сразу же когда я поставил я проехал сразу же стал замечать что чернее вот так тарелки от резины на оригинале никогда такого не было сейчас буду попробовать бензином протирать это все поставлю старый ремешок надеюсь мне этого ремешка на рыбалку хватит запасе блин больше ремней нет так что это вот так бензинчиком сейчас вот эту резину всего пытаюсь с тарелок убрать ну что блин это капец конечно на пожалел я сто раз думал подарок буранов куплю на двадцать третьем новый ремень в итоге шляпа блин так что на озоне ремень не берите говно вот тот который у меня стоял там наверно две с половиной тысячи пробег у меня лежит он у меня лежит под сиденьем пробег где-то две с половиной тысячи сейчас вот я его буду ставить он изношенный весь были но не знаю в общем как я поеду на рыбалку жопа в общем как важную салфетку берем мочим и вот так вот вытираем потому что просто без бензина не удаляется эта шляпа вся блин еще до озера не доехал уже руки черные короче нахер и ремни всем сейчас разогромирую что их не надо покупать это просто жесть чтобы вот настолько говно но я думал конечно что может быть но чтоб на 40 километров там еще комментаторы были покупали видно кто-то покупал типа вот чё-то ля-ля-ля не буду ничего говорить на вас будет ждать какой-то там приятный сюрприз для кто-то написал спасибо тебе мужик но раз ты купил говно так блин чё что не написал что это говно что другие люди то не брали зачем вот вы так делаете необычно если беру что паршива я всегда говорю об этом сейчас и время потеряю полчаса час времени вот это вот все глядь короче берите только проверенные ремни этот это вот тут бля шляпа полная это еще на вариаторе тарелки вытирать короче какая-то резина чуть-чуть температура наверно пошла совсем чуть-чуть и она разлуконизировалась и просто оторвались две половинки одна другой на самом деле я много езжу и такого говна никогда не было на оригиналах вообще так никогда блин до дыма бывает буксуешь такие тяжелые условия были езды бывало у меня бедный ремень там до вариатора не дотронуться но он едет никогда вот так вот не рассваивались вот это вот все вытереть попробуй тут тоже все вот он скорее всего вот это вот резина и при прилепился скорее всего и вырвало его то есть он за счет вот это резина росток которая вот налитва везде из-за нее он сгорел стала прилипать 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 и все не ну чтоб на 40 километров это конечно ребята были качество классно чувствую пошла ты 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 рывки таки пошли как вибрация уже начала на него прихватывать стало тут останавливаться хотел сдать назад скорость выключил а он раз и заглох намотала двигатель даже заглушился хорошо в баке бензин есть можно вот так прям тарелки вытереть короче сейчас цены на оригинальные ремни жопа думал как говорится на кого-то судьбу только не на кого-то с матом хотелось бы сказать вот но на кого-то и не получилось вот так вот блин накипело тут пупец вчера ездил ямаху на нем вытаскивал на этом ремне вот из леса мужик застрял там не смог я бураном а со второго раза выдернул но я на нем на этом ремне маху не тянул то есть как бы ну до дома он сам ехал его просто пару раз дернул не все и пока никуда не вылезло хорошо вот салфетки эти одноразовые взял с собой так то тряпок особо нету не берешь потому что пути не замерзают все превращаясь в лед что я их особо не вожу там есть какая-то может быть но она вся во льду это шляпа блин я видел так риме разлетаются на скоростных снегоходах вот этих нагорных там они когда газуют там да там нагрузки такие что как песня сейчас вот как-то надо это все насухо вытереть вот это вот живут этот весь поставлю старый добрый ремень надеюсь его мне хватит еще на 200 300 километров чтобы съездить вот на рыбалку куда я еду что я не знаю придется вызывать помощь из лимит но это конечно да это конечно шок у меня видите тоже рубена артика но это оригинальный он уже узкий у меня столько он прошел всего но вот тут вот есть отличительная особенность то есть вот так вот написано еще видишь видите поставим его попробуем короче поставим его попробуем конечно узенький дай бог чтоб он меня он вот туда же народа надорванный немножко ремень кто мне там говорю что у меня что-то там неправильно стоит у меня все нормально стоит это когда вот сухари меняешь он туда тонет этот ремень очень изношенный что зря вы говорите что мне что-то неправильно стоит у у меня все стоит правильно все абсолютно так что вот это зубило давно ездит судя по всему что такие дела вот такое говно продают для не ну ладно тому что-то продаете но ремень на кто-нибудь уедет куда-нибудь может погибнуть из-за такого ремня я не преувеличил я серьезно он говорю оставляете я бы мог вот куда-нибудь уехал у меня второго бы не было ремня это конечно тоже ремень оставляет желать лучшего который сейчас я вот поставил но это оригинальный на нем уже 3000 наверное он уже прошел все его вся я вот на нем вывозил этом ремне помните да блин только еще в лес заехал уже руки в мазуте все не знаю в этом году тяжелая вообще просто жесть вот это все конечно на зоне больше никогда не куплю буду заказывать нормальные ремни старые у меня это блин лучше хотел еще 2 взять что не взял дурак ладно попробуем на одном будем смотреть как-то он ехал на нем стояла защита у меня вот я газ бросил и вот на холостых это все дорвалось но по защите хороший удар был так что без защиты не ездить никогда я смотрю там некоторые гоняют без защит товарищей в интернете там везде не авариатором один раз получал на правда на вездеходе по коленке вот я вам скажу приятного мало а если он открутиться и вылетит или вот этим хвостом ремня вы по ноге получите вот это вода вообще будет очень страшно своими последствиями особенно в лесу но все вроде поменяли сейчас вот это вот куда уберем собой то я брать конечно не буду но на обратном пути может заберу потому что блин у меня он самки груженые сам весь груженый круг потихоньку тут под этой вот чтобы понимали повыжнее еду ее замело но не сильно прям конечно тяжко но не так чтобы ремень горел вы видели я на тарелке пальцами взялся если бы ремень горел я бы не дотронулся бы тарелок ну кто знает узнает что скупой платит дважды когда это прокатывает конечно скупость вот это вот где-то подешевле чего-нибудь урвешь это да а иногда вот ни хрена не прокатывает первый раз столкнулся с таким первый раз столкнулся с такой проблемой первый раз приехав домой я тщательно осмотрел ремень и выяснил то что корт у него идет не вдоль ремня как на всех нормальных ремнях а поперек капронова нитка идет поперек так что вот так вот дорогие друзья не ведитесь берите проверенные ремни а там а а а Продолжение следует...